Эй, друзья, всем привет! Меня зовут Алиса, и добро пожаловать в мое шоу под названием Вкусняшки! Да, если вы не новенький на моем канале, то вы знаете, что недавно она называлась Тайские вкусняшки. Но так как я переехала в Данию, то теперь и называть его Тайские вкусняшки смысла больше нет. Данские вкусняшки это как-то скучно, поэтому будут просто Вкусняшки! Честно сказать, если у вас есть идея получше, то вы можете написать об этом в комментариях. Смысл этого шоу в том, что я пробую странную еду из разных стран. Так что, поехали! И начинает наше сегодняшнее шоу Маринованная картошка. Знаете, когда я только приехала в Данию, я зашла в магазин, смотрю, и в принципе Продукты очень похожи на наши. Тот же хлеб, мясо и так далее. Но потом я увидела ее чудесную маринованную картошку. И я поняла, что настало время снимать датские вкусняшки. Даже не догадываюсь, какая она будет на вкус, но давайте заценим сначала запах. Окей, это пахнет просто как вареная картошка. Интересно, что на вкус. В общем, как оказалось, это просто картошка, которую сварили, залили водой и все. Черт побери, за что я отдала 18 крон. Зачем? Просто зачем? Типа кому-то лень сварить картошку, и чтобы этого не делать, они просто покупают ее в магазине? Что происходит? Честно сказать, я надеялась, что она будет какого-то странного вкуса. И я даже в печали, что она самая обычная. Давайте попробуем что-нибудь другое. У меня есть кое-что. Что будет точно очень странным. И необычным на вкус это селедка в соусе карри. По поводу селедки, лично я вообще обожаю ее. Но в Дании она, честно сказать, вся какая-то странная. Она не соленая. Она такая, знаете, как кисло-сладкая в каком-то чесночно-муковом соусе. Короче, совсем не похоже на нашу. Но это, это просто, это был мой фаворит, когда я выбирала себе что-то странное. Это пахнет, будто бы, будто бы селедку залили майонезом и добавили туда карри. И, блин, это не пахнет плохо. Честно сказать, на вид это все, конечно, довольно-таки странно, но на запах нет. Так что давайте попробуем. На вкус это будто бы кто-то сделал селедку под шубой. И вот, значит, майонез стек на эту селедку. И все это стояло в холодильнике где-то трое суток. А потом осталось в доме есть больше нечего. И ты решил ее попробовать. И ты такой ешь, и вроде это не так уж и плохо. Но как-то это все-таки странновато. Ну, все не так уж и плохо. Да. Небольшой минус для меня, то что я лично ненавижу специю карри. Но вот не люблю я, когда ее куда-нибудь добавляют. И то, что она в селедке, ну, окей, это немного странно. И, возможно, это мне немного портит вкус. Но, в общем, это неплохо. И следующее у нас лакрица. В Дании есть разная лакрица. И вообще датчане обожают ее. Они постоянно приносят ее на работу. Она и сладкая, она и соленая, она и скисла. Вообще любые вариации. Но у нас сладкая лакрица тоже есть. И можно сказать, что она довольно-таки популярная. Ее можно найти во всяких конфетных магазинах. Но вот соленая лакрица, это что-то новое. Так что давайте я попробую ее для вас. Ну, честно сказать, но запах она мне очень нравится. Она какая-то такая, она совсем не лакрицей бахнет. Посмотрите, она даже так переливается. Это будто бы какой-то Новый год, Рождество и Праздник. Хочется побыстрее ее попробовать. Вначале, когда пробуешь этого к рису, она, кажется, тебе такой сладенькой и вкусной. И тебе так нравится и есть. Но с каждым новым вкусом, когда ты ее разжевываешь, она становится все соленее, соленее, соленее. Ой-ой. Я вообще такой человек, который обожает всякие жевательные конфеты. И вы знаете, что я люблю всякие химические вкусы. Но это не сладко. Это соленое. И это странно. Окей, эта соленая лакрица была очень странная. Но я вспомнила, что у меня есть еще одна. В этой упаковке лакрица уже разная. Она здесь сладенькая. И такие желательные конфетки я просто обошел. Ой, они такие вкусные. Но понимаю, это вот здесь еще вот такие вот черные конфетки. Эта лакрица уже без всяких добавок. Давайте попробуем. Честно сказать, я даже не знаю, как описать эту лакрицу. Она и не сладкая, она и не кислая, она и не соленая. Она просто вкуса лакрицы. Это очень странно описать. Но она такая вязкая. И знаете, она мне больше напоминает даже не конфету. Она мне напоминает какое-то лекарство. А вообще, знаете, мне это напоминает, будто бы ты ешь сладкие конфеты. Тебе надоело. Ты берешь одну кису. Окей, и ты дальше ешь сладкие конфеты. Тогда это будет иметь какой-то смысл. Точно так же, как мы нюхаем духи, потом мы нюхаем кофе, и мы снова можем принять другие ароматы. Да, для смены вкуса лакрица это неплохо. Но покупать вот такую вот большую куковку и есть ее полностью, особенно соленую. О, нет, я бы так не делала. И, как обычно, в конце выпуска у нас какой-нибудь необычный напиток. Сегодня это будет какая-то вода со вкусом. Со вкусом. Со вкусом. Чего-то непонятного. Я загуглила, и что-то непонятное оказалось ревень. Ревень. Что это вообще такое? Я спросила своих подруг, и они сказали мне, что в детстве они такое ели. То есть у нас в Украине тоже такое растет. Но я, честно сказать, даже не догадываюсь, как это выглядит. В любом случае у нас есть напиток. Это сода, сода, вода, сода, короче, газировка со вкусом ревеня. Давайте попробуем. Ой, у меня такой кислый вкус, кислый, кислый запах. Это так вкусно, блин. Это какой-то такой необычный вкус. В общем, по вкусу это как газировка. И в эту газировку добавили что-то кисло-сладкое одновременно. Я не знаю, я не знаю, как это передать. И еще будто бы там, я знаю. Короче, взяли щабель. Похоже на щабель. Если вы знаете, что такое щабель, я рада. Взяли щабель и его вот так вот потолкли. Потолкли его в чем-то. А потом залили это все газировкой, добавили сахара. И вот, такой вот напиток получится. Конечно, какие-нибудь умники скажут, что либо они могли взять просто ревень. Но я, честно, не знаю, что это. Просто, хотя я могу посмотреть на картинку и должно быть это он. Итак, в любом случае, на этом наш выпуск вкусняшек подошел к концу. Я надеюсь, что вам это понравилось. И если вы придумали классное название для вкусняшек, просто напишите его. А пока что я скажу, что датские вкусняшки подошли к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok